Приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов напоминаю публикации название лучше зачитаю противостояния россии и интернет мы уже обсудили намечающуюся как выразился эксперт михаил клемарю кибернетическую войну суть дела в том что на днях мосгорсуд москвы обязал компанию google заплатить 7,2 миллиарда рублей штраф а компанию мета новое название компании фейсбук 1,9 миллиарда рублей штрафа за неудаление нежелательной информации самая нежелательная информация в толковании путина и компании эта информация поддержку алексея навального хотя понятно номенклатурные сми пытаются внушить народу что речь идет о пропаганде наркотиков суицидов и так далее и ясно что это только начало я уже не раз говорил что политаризм как и фашизм могут более или менее адекватно функционировать только в условиях полной ну или хотя бы частичной информационной блокады и поэтому попытки номенклатуры взять интернет под контроль закономерны мой подробный ролик объясняющий что такое политаризм будет на конечной заставке только вот реально ли это свое мнение по этому поводу высказал известный оппозиционер геннадий гудков он его высказал в интервью каналу марка фейгина и его мнение довольно сильно отличается от мнения михаила клемарева клемарев полагает что шансы у путина и компании небольшие по сути их шанс только в одном а эти гиганты могут просто уйти из россии поскольку доля прибыли от российского рынка у них ничтожна 0,6 процента но мнение гудкова еще более оптимистично он считает что у путина и компании вообще нет никаких шансов единственное что они добьются так это только ускорит свой конец конкретно он сказал что на западе ничего не стоит дать ответ и по более чем адекватный ответ на подобное скажем так интересное судебное решение первое возможное антимонопольное расследование по итогам которых газпром у роснефти ну и так далее могут быть как он сказал выкачаны еще куда более серьезные штрафы и придачу окон сказал могут арестовать пару дворцов тут наверное нужно сказать еще вот что другом своем интервью этого об этом интервью я у нас на каналах не рассказывал клемарев подчеркнул интересную деталь дело в том что у гугла в россии вообще нет никакой собственности что называется поэтому в обеспечении этих судебных решений путина компания вообще ничего не смогут улыба арестовать самое же главное дети западной элиты в сарламском университете не учатся и в самарском тоже и их семьи не лечатся в наших клиниках и не отдыхают на черном море а вот российская элита бирзапада не сможет прожить даже дня и вот в таких обстоятельствах они по сути пытаются запретить интернет это когда элон маск уже запустил 12 тысяч спутников которые будут обеспечивать интернетом любого человека в любой точке мира то есть они чисто технически не смогут этого сделать единственное что они могут сделать скажем так сделать что-то на какое-то время это вызовет озверение 50-60 миллионов жителей россии которая активно пользуется интернетом а дальше вот он посмотрит какой это даст эффект вот как он об этом сказал вот надо понимать что их дети саратовском университете не учатся самарским то они их их значит семьи не лечатся здесь московской там больнице морозов да они сюда не приезжают на черный море отдыхать там не в ялту не сочин и в общем-то как бы они могут обойтись без россии а вот россия ее политическая элита вот это ворующий вертикаль власти она без запада вообще не может ни дня они даже собачек подстригать возят в париж на самолет о мы за чужих да 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 но это так просто примера там есть много более интересных вещей они никак не могут там не лечиться не 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 отдыхать и если этого лишить то это вообще не жизнь будет поэтому там чего выпендриваться не ну конечно можете дорогие кремлевские там эти чудики бороться с интернетом можете вообще бороться вообще так сказать ввести инквизицию запретить книги сжечь их в кострах попытаться во всяком случае дать но это будет уже как будто сказать вас свергнут в свое потому что люди которые привыкли жить присоединить не при свечах а при электрическом освещении смотреть телевизор или компьютер и так далее они моментально к вас свергнут то что они поймут что вас крыша совсем вот а и они сейчас пытаются запретить интернет по сути дела это не пытается запретить то время как илон маску уже там практически как говорится аннушка уже разлила масло да как у булгакова илон маску запустил помдрин 12 тысяч спутников которые будут обеспечить интернетом в любой точке мира любого человека у которой есть устройство для его приема я думаю что технологически они способны вот это сделать но они вызовут какое-то на какое-то время озверение там 50 или 60 миллиардов жителей россии которые лишатся интернета и я посмотрю какой эффект они получат дальше он сказал что путин и компания проиграют все равно руководство эти гигантов просто обратиться за помощью к своим правительствам и они ему помогут и закончится это арестом собственности российских компаний за рубежом а вот у российских компаний за рубежом есть что арестовывать в конечном же итоге это приведет только одно только к одному путину и компанию придется уйти со своих постов еще быстрее и он сказал и пусть будет так лучше ужасный конец чем бесконечный ужас что здесь можно сказать думаю одно я полностью согласен с гудковым для путина и компании пытаться взять за горло айти гигант равносильно самоубийству и ведь к тому что сказал гудков можно добавить что все капиталы путина и компании почему то тоже на западе и провести расследование по этим капиталам на предметах коррупционной составляющей ведь тоже ничего не мешает и ничто не мешает арестовать не только собственность газпрома и роснефти но и счета путина и его добрых друзей в западных банках к этому нужно добавить что дети добрых друзей путина а то и все их семьи тоже живут почему-то на западе любое коррупционное расследование способные всех в полном составе привести за решетку и ведь все будет по закону впрочем то что запад способен в 6 секунд поставить на место что великого путина что его добрых друзей тоже очень хорошо известно и кстати ведь это они сами поставили себе в полную зависимость от запада и куда здесь вы едет кривая сказать пока сложно но ясно одно что участь что великого путина что его добрых друзей что всего номенклатурного начальства поголовно может оказаться воистину горькой и особенно горькой она может оказаться если народ наконец не простит им очередной их гадости попытки запретить интернет и начнутся массовые протесты а это очень даже может быть и мне остается только повторить что я сказал уже в прошлой публикации начинающаяся кибернетическая война обещает быть очень интересной равнак и очень интересным обещает быть мой цикл будущих моих публикаций об этой самой кибернетической войне о том как она будет развиваться если понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь роликом социальных сетях и на других ресурсах пишите комментарии смотрите мои аналогичные ролики какие именно увидите на конечных заставках